Здравствуйте, это Радио Говорит Царов в студии Юлии Ефремова. Мы продолжаем проект под названием «Депутат округа», в котором народные избранники рассказывают о своей работе и отвечают на вопросы населения. И сегодня в прямом эфире Радио Говорит Царов, депутат Городской Думы 5-го созыва Александр Иванович Мухин. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Друзья, вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону 769-96. Кроме этого, мы проводим голосование. Вопрос сегодня следующий. Как вы считаете, обязательно ли ходить на выборы депутатов Городской Думы? Если ваш ответ – да, обязательно, потому что мы выбираем людей, которые будут улучшать жизнь города, звоните 3-14-20. Если вы считаете – нет, вам это безразлично. Телефон для голосования 3-14-21. Итоги подведем в конце нашей беседы. Ну и прежде чем начать наш разговор, я скажу, что Александр Иванович – депутат по округу, куда входят дома по улице Радищева 7, 11, 15, 17, Курчатова 9, 11, 13 и 13, дробь 1 и Московская 18. Поэтому, если нас слушают жильцы этих домов, у вас есть хорошая возможность задать вопрос своему депутату по телефону 769-96. Александр Иванович, ну вот вы депутат для вас в первом созыве. Почему вы решили стать депутатом? Ну, прожив определенное количество лет на земле, если человек занимает в жизни активную позицию, у него накапливаются какие-то свои взгляды на проблемы города, на проблемы отдельных каких-то частей города. И, естественно, он хочет донести свою позицию до всех, если не считать, не ввести в действие свои мысли, ну, по крайней мере, донести эти мысли для других. Депутатская трибуна для этого очень удобное место. Ну, вот мы уже поняли, что у вас активные жизненные позиции, и зная то, что вы работаете и в планово-бюджетном комитете, и в комитете по экономической политике, градостроительству и городскому хозяйству, и в комитете по развитию инноваций и инвестициям. Вот сложно все это совмещать? У вас же еще и основная работа очень ответственная. И работа на округе ведется, мы об этом услышим позже. Да, сложно. Сложно? Да, сложно из-за нехватки времени. Мыслей различных и идей вполне достаточно. И какие-то взгляды есть еще на жизнь, может, нереализованные, недонесенные. Это все просто, а вот времени не хватает, это серьезно. Ну да, нам было очень сложно получить ваше согласие на эфир, потому что вы постоянно в командировках. А вот возвращаясь к работе в городской думе, а почему вы выбрали именно эти комитеты? Ведь депутат же сам выбирает, да, в каких комитетах он хочет работать? То есть можно выбрать один, а можно выбрать все. По совместительству с депутатской деятельностью я еще являюсь директором фирмы «Оквад», которая занимается системой безопасности. И многие городские проблемы мне знакомы. То есть мы городские проблемы в том числе решали. Знаю работу и городского хозяйства, и как формируется бюджет, и процесс ценообразования на выполняемые работы. Это свои мысли хотелось применить и там. Естественно же, участие в этих комитетах этим и обусловлено. Александр Иванович, а с какими трудностями, кроме нехватки времени, вы сталкиваетесь во время своей работы именно депутатской? Уже больше двух лет, получается, проработали. Какие основные трудности, кроме нехватки времени, еще были? Самая основная трудность – это невозможность прийти к какому-то консенсусу даже среди жителей. Половина жителей, к примеру, просит установить скамейки, вторая половина категорически против. Я на сегодняшний день не знаю, как решить эту проблему. Каким образом? Референдум или что-то? Но ведь, как правило, если какое-то решение принимается, оно должно быть одобрено большинством голосов жителей, какого-то конкретного дома, если по конкретному дому принимаются. Трудно сказать, что такое большинство. Трудно сказать. Например, вот два дома 13, 13 дробь 1 принесли мне письмо с просьбой установить скамейки. Там 70 подписей. На сегодняшний день письмо о том, что… Хотя я знаю, что многие против. Основные доводы какие? Негде посидеть родителям и пенсионерам. С другой стороны, те же пенсионеры и те же родители говорят, если вы поставите лавки, то на них будут пить пиво. Ну, то есть, все равно им не удастся на них посидеть. Что такое большинство, я не знаю. Так вот, эти 70 человек, ну, я, наверное, понимаю, для них это важнее. Но как только, значит, мы выставим скамейки, я думаю, что тут же появится письмо о том, что с просьбой эти скамейки убрать. Хотя я понимаю, что скамейки – это важно. Звонили отдельные жители и говорят, что вот моя мама выходит, а постоять ей негде. Ну, если это ваша мама, наверное, любящая дочь или сын могут вынести стул для этого. Я не призываю этим заниматься. Но тогда нужно провести в доме референдум какой-то, опрос жителей, что же мы хотим. То есть, это получается, что вот если брать этот конкретный случай, просто 70 человек, или они, наверное, все квартиры обходили, или только те, которые друг с другом знакомы и решили, что им нужны скамейки. Вот такие вопросы, они вообще как решаются? Там не написано. Понимаете, в рамках выделяемых средств, которые выделяются в благоустройстве депутата 700 тысяч, конечно, можно выставить скамейки. Часть работ уже и выполняется за счет средств депутата, возможностей депутата, скажем так. Если для пенсионеров нужны были поручни для захода в подъезд, я просто банально отправил людей, и они сделали эти поручни. Если мамам нужны были заезды для колясок, там, где высокие ступеньки, мы тоже там сделали, все это есть, все это работает. Вы представляете, звонит одна женщина и говорит, а вы знаете, вот мне мешает заезд для колясок. Нормальный человек может обойти это все. Вот у меня сын запнулся там, ну вы знаете, мы пришли к консенсусу. Мы срезали только половину. То есть, два колеса едут по пандусу, а два как бы зависают в воздухе. И сын не задевает ногами, и коляски забудет. У вас какой-то тяжелый, очень интересный округ. Да нет, это частый. Но все равно же люди, ну как так можно, да? То есть, мамочек с колясками очень много. Мы должны радоваться, что у нас люди рожают, да, и у нас дети. А получается, что одним сделали хорошо, другие начинают противиться. Ведь как-то можно с самим собой договориться. У меня хороший округ. Я, прежде чем стать депутатом, обошел практически все квартиры и разговаривал со всеми жильцами. Мне было интересно, а смогу я чем-то улучшить их жизнь или нет. Я пришел к мысли, что да, что-то могу сделать. Я разговаривал со всеми. И вы знаете, мне очень понравились люди. Приятные, отзывчивые люди. И проблематичных семей я практически не видел. Другое дело, что, ну сколько людей, столько взглядов, столько желаний различных. Ну, значит, как же с ними работать-то? Надо, значит, чтобы люди между собой прежде договорились. Потому что, если вы сейчас что-то сделаете, потом появится новое письмо, чтобы вы все это убрали. Это получается двойная работа и бессмысленная работа. У меня через три года есть, я что-нибудь придумаю. Хорошо, мы через три года, я думаю, мы раньше с вами встретимся. Ни чем через три года. Раньше, чем через три года. Александр Иванович, вот депутатам всем задаем вопрос. Это немножко отходит и от работы депутатской, и вообще от основной работы. Но, тем не менее, это у нас традиционный вопрос. Вы в какой-то партии состоите? Я сторонник партии «Единой России». А в работе помогает или мешает чаще? Конечно, если партия правящая, то возможно принять решение становится гораздо больше. То есть, просто большинством голосов принимается нужное решение. Хотя, с другой стороны, у каждого депутата мне не нравится, что у нас иной раз просто заставляют при каждом порядке принять какое-то решение. Зачем? У каждого депутата должно оставаться свое мнение. В том или иной позиции, но может, наверное, сохранять свое мнение. А вот, по вашему мнению, депутату надо быть либо членом какой-то партии, либо сторонником все-таки? Или лучше оставаться при своем мнении? Это сложный вопрос. Если человек считает, что у него слишком много ума, и достаточно его мыслей, чтобы их продвигать вперед, это одно. А если человек поскромнее, то, я думаю, что правильнее, наверное, свои мысли соразмеривать с мыслями той партии, которая ближе, и уже скорректированный вариант доносить до реализации. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в прямом эфире депутат городской думы 5-го созыва Александр Мухин. Зазвоните, задавайте интересующие вас вопросы по телефону 769-96. Кроме этого, у нас проходит голосование. Как вы считаете, обязательно ли ходить на выбор депутатов городской думы? Если ваш ответ – да, потому что мы выбираем людей, которые будут улучшать жизнь города, звоните 3-14-20. Если вы считаете, что нет, и вам все это безразлично, телефон для голосования 3-14-21, и пока у нас мнения разделились 50 на 50. Ну, посмотрим, что будет у нас дальше по ходу нашей передачи. И вернемся к округу. Мы ходили на ваш округ, опрашивали жителей, задавали вопрос, знают ли они своего депутата, обращались ли к нему лично, видят ли работу на округе, и чем, по их мнению, должен заниматься депутат. Я предлагаю послушать их ответы. Нет, понятия не имею. По нашему мнению, да людям помогать, наверное. Чем он должен заниматься? Вопрос решать возникающий. В хозяйству, по быту, по жизни. Мухин Александр Иванович. Ну, как-то нет, не было повода. Ну, насколько я знаю, программа, не скажу точно, как называется, но что-то по обеспечению безопасности жилья. По крайней мере, вот у меня на Курчатова 9 друзья живут, как бы очень довольны. Депутат? Ну, наверное, тем, что он обещал своим избирателям. Ну, вообще, помогать людям, облегчать людям жизнь каким-то образом. Ну, наверное, вносить какие-то инициативы по улучшению жизни города. Нет. Ну, как-то, чтобы народу было хорошо делать что-то в том же самом. По его округу благоустраивать там что-то. Не знаю, следить за порядком в тех же самых подъездах, чтобы там мыли чаще, там мусор убирали. Да, Мухин. Но меня все устраивает, поэтому причин обращаться пока не вижу. Помогаясь людям решать проблемы, которые они сами решить не в состоянии, или им это сложно. Мухин Александр, он к нам приходил, когда был кандидатом. Из всех кандидатов в депутаты он один приходил, поэтому я его и запомнила. Сама лично нет. Когда ходили, опрашивали с наказа к депутату, я подписывала, чтобы нам обновили детскую площадку. Потому что все уже старое, и детям практически негде было играть. И в прошлом году начали это дело. Депутат должен реагировать на просьбы избирателей улучшать нашу жизнь. Мухин Александр. Мы лично, естественно, не встречались. Да, работа на округе видим. Особенно радует меня то, что вот непосредственно в нашем дворе, в прошедшем большого периода времени, все-таки появилась нормальная детская игровая площадка. Потому что для нас, как для родителей, это очень актуальный вопрос. Вот это очень радует. Депутат должен заниматься, вести активные деятельности как раз в социальной сфере, при работе с населением по своему избирательному участку. Дорогие друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира 769-96. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы депутату Городской Думы и Пятого Созыва Александру Ивановичу Мухину. Александр Иванович, ну вот мы услышали ответы жителей вашего округа. Вы согласны с ними? Конечно. Чем, по вашему мнению, должен заниматься депутат? Округом? Социальной какой-то работой? Чем? Ну, в первую очередь, округом, конечно. В первую очередь, округом. Ну и городские дела, они должны в стороне стоять. Округ не подвешен в воздухе, он не является частью города. И те решения кардинальные, которые принимаются, они принимаются в городе. Ну, а в округе, да, можно заниматься благоустройством, можно заниматься вопросами размещения автотранспорта. Я пользуюсь эфиром, может быть, несколько слов скажу по этому поводу. Конечно, обязательно. Люди обращаются, причем это некоторые обращения достаточно в жесткой форме, что я обещал этим вопросом заниматься. Вопросами стоянок во дворах я занимаюсь непрерывно. Значит, вскрылось много вопросов, которые теоретически тоже решить очень большая проблема. 15 метров от окон стоянка машины запрещена. Значит, если взять проблемные дома, у меня 13, 13 дробь 1, то там места для стоянки машины вообще в принципе не должно быть. Но найдены там 2-3 площадочки. Сейчас идется обследование, возможно ли разместить там машины. Я думаю, что машин 30-40 вот в этом округе как бы найдут свое место. Ну, естественно, что они уйдут с проездов. Ну, важно, наверное, эту проблему решать еще и по-другому. Представить новых домов хотя бы пошире делать проезды. Если ставится машина, то уже машина крупногабаритная, как скорая помощь, уже не может подъехать к подъезду. Ну, и обращаюсь к жителям города. Вопросы это и их в том числе. Они в их полномочиях решать эту проблему. Половина машин стоящих во дворах имеют гаражи. Товарищи, не надо лениться. Уставьте в гараж. Ну, вы считаете, что на вашем округе вот эту проблему можно решить, да, таким уширением дороги, да? Да, реально найдено, реально. Потому что понятно, что дома там не будут строиться новые. Это понятно, что если новые дома строятся, надо изначально как-то уже рассчитывать. Потому что машин в городе безумное количество. Безумное увеличивается. Судя по тому, сколько учеников ездит, ожидается увеличение. Машина будет пропорциональна. С работниками департамента жилищного хозяйства была обойдена вся территория. Выбраны места, где возможно установить, разместить стояночки для машин. Сейчас этот вопрос изучается и скажут, как только будет ясно, что там можно разместить, то будет проводиться эта работа. Но опять же в рамках 300 тысяч, которые депутаты погружены на округ. Если удастся привлечь средства жителей, то можно сделать и раньше. Средства жителей, руки жителей, другие какие-то возможности. Понимаете, я помню из детства, что во дворе мы сами себе строили столы, на которых играли в домино там или что-то. Строили себе теннисные столы. Почему сейчас народ считает, что это должен кто-то обеспечить? Ну а свои руки куда? Ну вот, кстати, со стоянками более-менее понятно. То есть эта территория, она не находится в собственности у жителей, и поэтому, наверное, жители на это рассчитывают. А вот мы с вами говорили про скамейки. Это ставится рядом с подъездом. Получается, что это территория собственности жителей или еще нет? Потому что я к чему это веду, так издалека. Потому что мы вот недавно узнали, что депутат не имеет права сейчас тратить депутатские деньги на собственность жителей. То есть на двери, на подъезды, на ремонт подъездов, на козырьки. То есть получается, на что можно потратить депутатские деньги? Только на детские площадки. Благоустройство. И бордюры может быть какие-то. Ну да, это тоже в разряду благоустройства относятся. А что же делать тогда жителям, если, предположим, надо им железную дверь полностью за свой счет ставить? Или можно обратиться к депутату, а депутат, может быть, привлечет спонсорские какие-то деньги? Как у нас со спонсорством в городе дела обстоят? Меценатство в России всегда было одной из важных сторон деятельности любого предпринимателя. К сожалению, в теперешних условиях предприниматели, которые реально занимаются производством, им самим помощь оказывать надо. От нищего мецената много ждать не стоит. Ну, по крайней мере, на вашем округе достаточно новые дома, и, по-моему, железные двери там в основном везде стоят. То есть эти вопросы, по крайней мере, либо были решены ранее, ну, и их уже не надо будет решать позже. А со стоянками? Ну, их все равно нужно обслуживать, ремонтировать, наверное. Ну, хотя там занимаются платы, если меньше не изменяет память, 40 рублей в месяц с квартиры, но эти деньги должны ремонтироваться и все там меняться. За исключением, конечно, оборудования. Хорошо. А давайте тогда поговорим сейчас вот с новыми правилами, что вы не имеете права заниматься собственностью жильцов. Как вы выбираете участки для благоустройства? Ну, я лично сам обхожу всю территорию. Кроме того, я хочу сказать, что когда я был депутатом, то листочки опросные, которые я давал жителям... Кандидатом, наверное, да? Ой, кандидатом, да, извините. Они у меня все хранятся. Периодически мы их, ну, не я, а мои помощники, перетасовывают, вспоминают проблемные места, и мы смотрим, ходим уже... Да и детские площадки именно таким образом старались расположить там, где они максимально необходимы. В этом году еще на 300 тысяч будет установлено детских площадок. По-моему, вот 13-13-1 там будет продолжено. Еще несколько малых форм будет установлено того же образца, того же завода-изготовителя. И в другом месте мы нашли местечко, еще будет небольшой городочек тоже установлен. А вот уж потом, я думаю, что нужно будет направить деньги на машины и прочее. Понимаете, вот вы спрашивали, вопрос задавали по формам взаимодействия с жителем. Я думаю, что совершенно реально, мне кажется, это устроить какой-то праздник, например, осенью, и пригласить жителей на него, естественно, с чаем, там, с пирожками, с чем-то, с развлекательной какой-то программой, и там поговорить обо всем. По-другому я не знаю. У нас приоритеты номер один – это дачи, номер два – огороды и все остальное. А уже это потом. Александр Иванович, ну, вы сотрудничаете с обществом инвалидов, и я предлагаю послушать комментарии председателя общества инвалидов вашего микрорайона Галины Ивановны Сорокиной. Всегда к праздникам пожилого человека, декады инвалидов помогает нам, инвалидам, шестого микрорайона городского общества инвалидов. У меня 280 человек, но по его округу, ну, человек 30, наверное, инвалидов. Ну, приглашает, вот, ночи пить были, зиму, хорошие столы помогает собрать. В общем, уделяет все, и автобусы, куда поехать. Довольны очень даже. Желаю успехов в работе, доброго здоровья и благополучия, и чтобы у него все было нормально по работе. Ну, конечно, важно поддерживать таких людей, и пожилых, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот вы сами с ними лично общались, какие-то особенности общения, такого сотрудничества были, обратили внимание? Конечно, несомненно. Я достаточно часто встречаюсь, и мои помощники регулярно посещают их. Но чтобы я ответил на этот вопрос, вот самое главное, понимаете, я считаю, что вот эти люди достойны особого внимания. Они всю свою жизнь уже истратили на служение обществу. Понимаете, вот если посмотреть в их глаза, вот у них прямой, совершенно прямой, глубокий взгляд. Где-то, может быть, с обидой какой-то или что-то там. Но глядя в эти глаза, ничего плохого делать никак не получается. Нельзя этих людей обманывать. Нужно просто заглянуть в их глаза и понять, что для них нужно сделать все, что в твоих силах, чтобы их жизнь хоть стала немножко лучше. И легче. Ну, тогда еще продолжим наш разговор про Совет ветеранов. Мы тоже пообщались с председателем. И предлагаю послушать, что нам рассказала Алла Николаевна Бурова. Помогает всем. Ну, дело в том, что у них свои глобальные там проблемы. Улицы там, дворы и все. А мы, как Совет ветеранов, у нас свое направление. Воспитание военно-патриотическое. Мы ездим на заставы, в дивизию, в детские дома. И он нам всегда помогает материально. Побывали на пяти заставах. Он нам давал деньги. Мы накрывали столы, где были бутерброды, копья. Ну, домашние обстановки. Вот так вот. Я вообще всем довольна. Конечно, еще более активным быть. И он обещал своих бабушек садить сына Ксары. Они ждут. И мы думаем, что он свое обещание исполнит. А так очень отзывчивый всегда. У него очень хорошая помощница Татьяна. Мы с ней в основном, он без конца в командировках. А так мы всегда. В детские дома всегда дает нам денежки. Мы делаем детям подарки. То есть не только он. У нас еще там это Стрежак, Ситников, Грузин. И вот мы складываемся и все, вот эту всю работу делаем. В колонию поехали там сто человек, девушек сидят, сироты. Мы сто подарков сделали благодаря нашим депутатам. Мы же их выбирали, мы их искали. Нам не надо таких, которые не работают. А что они там делают, это нет. Нам самое главное, чтобы они помогали. Вот, например, 1 сентября дети малообеспеченных, мы им покупаем школьные принадлежности. Так что работает хорошо. Очень активные у вас ветераны. И помогают и детям из малообеспеченных семей, и в колонию даже ездили, детские дома. Но они молодцы, конечно. Потому что, вот видите, вы говорите, им надо помогать, а они еще и дальше пошли. Они тоже кому-то помогают. Вот как вы считаете, вот такая активная жизнь, несмотря на возраст, она обязательно? Она продлевает жизнь? Несомненно, обязательно. Может, в этом их жизни состоит, в движении каком-то. Если они сядут около подъезда на лавочку, то, извините, их жизнь превратится в созерцание. А так они у вас, конечно, молодцы. Очень активные, несмотря на возраст. И, наверное, вот как Алла Николаевна сказала, вы человек занятый, да? То есть они подсказывают. У меня очень хорошие помощники, особенно Татьяна Прописнова. Она очень много работы за меня делает, ходит юбиляров, поздравляет с юбилеями. Ну и, конечно, я хожу, но в меньшей степени, прямо нужно сказать. Ну, тем не менее, друзья, телефон прямого эфира 769-96. Звоните, задавайте интересующий вас вопрос. У вас есть возможность задать вопрос своему депутату Александру Ивановичу Мухину. Голосование у нас продолжается. Голосуйте, пожалуйста, активнее. Обязательно ли ходить на выборы депутатов городской думы? Если вы считаете, что да, обязательно, потому что мы выбираем людей, которые улучшают жизнь города. Телефон 314-20, если вам это безразлично. Телефон для голосования 314-21. Ну и очень интересный вопрос, который специально я сохранила. Чуть попозже решила его задать, чтобы более подробно поговорить на эту тему. В вопросе жителей девушка одна сказала, что ее друзья живут на Курчатова-9. Там реализуется проект. Название она нам не сказала. Вот можно чуть поподробнее? Курчатова-9. Курчатова-9. Это какой проект? Безопасный дом. Безопасный дом. Мы спросили Александра Витальевича Арестова. Он нам чуть-чуть рассказал, а более подробно мы потом с вами об этом поговорим. Давайте послушаем Александра Арестова. Мы пришли, опираясь на опыт 2001 года, когда мы техническими средствами закрывали чердаки, подвалы многоэтажных домов. Проводилась по всей стране кампания «Вихрь антитеррор». Для того, чтобы запретить доступ к посторонним лицам в эти технические помещения, где расположены все жизненно важные коммуникации. Далее, так сказать, эта проблема потом пошла на нет, опасно угроза миновала. Но, как оказалось, проверили мы состояние всех этих жилых домов. При вседоступности практически двери вселенную сломают. ЖЭК не всегда успевает, так сказать, их ремонтировать, восстанавливать. Намеренный и ненамеренный вандализм уже оказался на лице. Далее выходы на крышу. Молодежь и дети-подростки, так сказать, выходят на крышу. И поэтому предлагается проект. Он недорогой. Называется «Безопасный дом». Пилотный проект мы уже сделали на доме Курчатова-9. Вот на Курчатова-9 были установлены новые двери, поставлены под охрану. И эта охранная сигнализация находится на круглосуточном контроле нашей системы централизованного контроля. Есть у нас центральная станция. Сигнал отрывается. Получается, в общем, круглосуточное наблюдение. То есть, получается, что проект на самом деле давний. То есть, он начал реализовываться давно. Или это новый проект, но на основе какого-то предыдущего? Думаю, ответить надо так. Вот то, что ради охраны системы... Наше предприятие работает в области системы безопасности. И я считаю, что это самое инноваторское предприятие. Не только у нас в Сарове, но и в Нижегородской области. Лет 8-9 назад мы первые установили профессиональную радиоохранную систему в городе Саров. Понимая, что с помощью телефонизации решить проблему охраны уже становится невозможно. Когда был 2001 год, оказалось, что мы единственная ферма, которая может мгновенно решить задачу закрыть чердаки-подвалы многоэтажных домов, которые могли подвергнуться атакам террористов. И в этом плане мы постоянно работаем. Сейчас имеют уже развернутую охранную систему. Мы уже работаем много лет в боевом режиме, достаточно успешно работаем. У нас есть и свои фирмы, которые занимаются физической охраной, то есть свое реагирование. То есть мы весь комплекс услуг в этом плане оказываем. Но вот что касается безопасного дома, у нас до этого был проект один, мы уже реализовали на своем округе. Это Курчатова-13, мы видеосистема, я уже говорил об этом, видеосистему простенькую сделали, и которую замесили в общей телевизионную сеть. А чем она полезна, вот эта видеосистема? Система видеонаблюдения, да? Люди видят обстановку вокруг дома. Банально, зная о том, что вокруг дома установлена видеокамера, я не думаю, что территория этой кто-то будет хулиганить. Если машину какую-то случайно заденут, я думаю, что если человек понимает, что он находится под видеокамерой, он придет и найдет хозяин и рассказ. Или, по крайней мере, в ГИБДД позвонит. Да. Очень часто обращаются участковые, чтобы разобрать ту или иную ситуацию. Но эта система такая достаточно локальная. Чтобы приобрести масштаб городской, нужно дальше трансформировать в программу «Безопасный город». которым мы тоже, кстати, занимались. Разрабатывали проект и основы. Но пока до реализации этого проекта, видимо, финансирование не дошло городское. Александр Иванович, извините, я вас прерву, потому что у нас звонок. А потом продолжим наше обсуждение. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот все, так сказать, округа, я надеюсь, ваш, так страдают от отходов, которые бросают везде курящие люди. Неужели ваши, так сказать, избиратели, ну, не беспокоит эта проблема. Спасибо за звонок. Но сегодня 31 мая, Всемирный день без табака, Всемирный день отказа от курения. Вот вопрос такой актуальный, можно сказать. Меня беспокоит эта проблема. У себя на предприятии эту проблему решил. Что как только я замечаю валяющиеся окурки на территории, я устраиваю бесплатный субботник для курящих. Бесплатный, в смысле, для них бесплатный. Их работа не оплачивается. Конечно. А, ну, понимаете, борьба с мусором – это общая культура. Это вопрос относится к разряду общей культуры населения. Здесь не только депутаты, все общество должно работать. Наш культурный уровень, к сожалению, как мне кажется, падает. Мы меньше читаем, меньше занимаемся своим образованием, больше уделяем вопросу огородам, бизнесу, другим вопросам зарабатывания денег и прочее. Надо оглянуться. Если мы хотим жить в мусоре, это одно. Если мы хотим иметь больше денег, это другое. Можно на те же деньги, в конце концов, ввести какой-то налог и за деньги нанять человека, который будет убирать. Другого пути нет. Ну, либо не мусорить уже самим. Повышать свою культуру, воспитывать детей. Ну, это к вопросу культуры, общей культуры населения. Друзья, телефон прямого эфира 7-69-96. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Александр Иванович, возвращаемся к безопасному дому. То есть, безопасный дом – это уже новый проект. И он по чьей инициативе? Понимаете, у нас много сейчас говорят об инновациях, об инновациях. И все думают, что сейчас мы изобретем новое какое-то вещество, оно решит все наши проблемы. Чтобы создать какое-то новое вещество, нужно сумасшедшие затраты иметь. А мы просто взглянули инновационным, если хотите, взглядом, взглянули на охранную систему. И поняли, что охранная система, кроме того, что она должна охранять, она может решить еще много прикладных задач. Я знаю, что в городе дважды пытались сделать диспетчеризацию жилого фонда. То есть, на раннем этапе выявляются аварии в жилом фонде, и тут же служба аварийная их устраняет. Обе попытки неудачные, я в одной из них сам участвовал. Поскольку работал на латочной организации, там пришло ужасное состояние оборудования, оно, в принципе, было неработоспособным. Но попробовали, сделали несколько домов, но так это и погибло, было получено. Наша система позволяет заодно выполнить диспетчеризацию жилого фонда. То есть, предельные значения. Человек спит, прорвало трубу на теплоносителе, уже работают аварийные службы. В другой бы ситуации люди бы не проснулись, пока не замерзли. А там уже устранить эту ситуацию было гораздо позже. Да просто банальное пропадание напряжения люди не знают. Они начинают искать сначала свои выключатели, свои автоматы. Потом начинают звонить соседям, и когда они найдут, выясняют, что это во всем доме нет, они даже не знают, куда звонить. Аварийная служба, энергоуправление, мало кто знает, телефоны эти. А в нашей системе это уже автоматически, при случае исчезновения в доме напряжения, звонок оператора, который находится у нас, сообщит оператору энергосетей, что там пропало напряжение. Согласитесь, это, наверное, неплохо. Опять же решаются вопросы, как Александр Витальевич сказал, с несанкционированным доступом в подвалы, потому что молодежь и на крыше тем более, не дай бог, что случится. Были же случаи падения детей с крыши и прочее. У меня есть обращение жителей Шверника 41, оно достаточно давнишнее, тогда еще это было одним из толчковых реализаций этой программы. Дети, играя на крыше, банально портят покрытие крыши и начинают течь. Слава богу, что они еще не падают оттуда. Поэтому этот проект все-таки, он социальный? Вот этот пилотный проект? Несомненно. Или он полностью? Кроме того, вся система, она пронизывает весь дом, проходя по стоякам, по слаботочным. И в любую квартиру можно сдать под сигнализацию, то есть подключить. Это как дополнительно? Конечно, дополнительно, за сущие копейки. Потому что, поскольку основной костяк уже, передающая система, все смонтировано, а им фактически нужно элементарную систему доступа поставить на двери и поставить один-два датчика в квартире. Ну и плата, соответствующая, совершенно небольшая будет. Но вот на Курчатова 9 это было все, по крайней мере, проект «Безопасный дом», что касается несанкционированных доступов, это было все бесплатно сделано. А сколько домов вы дальше планируете? Как давно он работает? И сколько домов вы планируете дальше уже по результатам охватить? Мы возвращаемся к тому же самому вопросу, что все, что является собственностью жителей, должно делаться за их средства. Поскольку эта система, развернута нами уже была заранее, основная часть средств, основные расходы по этой системе, понесло мое предприятие. Но это был самый, как сказать, дом самый удручающий? Нет, я не имею в виду дом Курчатова 9. Да, проблематичный дом был. Там большое количество подъездов, большое количество дверей. Но я хочу в том плане сказать, что при всем при том, основную часть, там мы к минимуму свели затраты по установке домовой системы. Хотя она пронизывает весь дом, хотя она гораздо больше, чем, например, система доступа подъездов и эфирное телевидение по объему оборудования существенно превышает. У нас получился достаточно дешевый проект. То есть, в расчете на квартиру это в пределах 2-2,5 тысячи рублей. Конечно, вот есть мысли и с администрацией города мы в этом плане находим понимание, что часть расходов можно бы взять, на центр ЖКХ перенести, может быть, привлечь какие-то федеральные деньги. Дело в том, что мы эти выполняем заодно диспетчеризацию жилого фонда. А это как бы уже вопросы ЖКХ, аварийные службы. Это уже городские вопросы. Вот, если удастся эти вопросы решить, то, конечно, для жителей станет дешевле. Пилотные проекты, которые мы реализовали, конечно, они выполнены за счет предприятия, и для жителей они ничего не стоят. Но самое главное, что мне хотелось бы о этих проектах сказать при разговоре об этих проектах, мы хотим, чтобы жители поняли, что вот из этих помещений, которые на сегодняшний день антисанитарные, небезопасные, восточные воды попадают. Банально. Там мы делали фотографии, все, что там есть. Там куча мусора, там мертвый живот. Ну, там три раза морили блок, чтобы хоть могли работу выполнить. Из этих помещений, если там привести в порядок, можно извлекать коммерческую выгоду. Жильцам? Конечно. Ведь раньше было при обмене квартиры, спрашивали, а есть ли подвал? Конечно, не надо деревянный, но можно кирпичный сложить. Люди свои вещи какие-то смогут положить. У нас все спортивные клубы находятся в подвалах. У нас все, что угодно там можно. Можно расположить коммерческий склад какой-то. Пусть за невысокие деньги, но все равно они будут приносить какие-то деньги. И люди должны понять, что… И эти деньги можно же потом на капитальный ремонт пустить опять же, который 5%. Конечно, всем этим можно пользоваться. И еще важна одна проблема. Я думаю, что следующим этапом в этом же девятом доме, я хочу заняться, попробовать, мы очень некачественно используем тепловую энергию. У нас огромное количество воды протекает мимо дома. Как приходит горячий, так горячий уходит. Если поставить циркуляционный насос и системы автоматики, я думаю, что для жителей можно сохранить… То есть, еще и энергосберегающие технологии. Я думаю, что если люди заглянут в свои платежки за квартиру, они увидят, что большая часть составляет тепловая энергия в виде горячей воды или прочее. А если они зайдут в свой подвал, то они увидят, например, что их трубы находятся там без изоляции. Что вытекает, как втекает горячая вода, так и вытекает из дома горячая вода. А если в этом деле навести порядок, по моим скромным подсчетам, то до 50% тепла можно экономить. Друзья, телефон прямого эфира 7-69-96. У нас в гостях депутат городской думы 5-го созыва Александр Иванович Мухин. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. А до нас дозвонился еще один радиослушатель. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот к Александру Ивановичу такой вопрос. За что мы, за какие услуги ЖКХ мы вообще платим? У нас раскорежены все почтовые ящики. Я уже обращалась к ним. Ну, хотя бы за мою плату сделали. Хотя сама вот даже навязывала такое. Потом назначили время. Ждала и ждала, так и не дождалась. Вот платежи вот приносят. И вот как их? Спасибо за звонок. Спасибо. Может быть, Александр Иванович прокомментирует. Я не берусь комментировать весь этот вопрос. Потому что я знаю, в чем проблема. Это не вот такого коротенького эфира проблема. Я думаю, что здесь надо и администрацию нашу, и многие другие службы к этому вопросу привлекать. И, возможно, есть пути решения этой проблемы. Нужно вводить конкуренцию на обслуживание. Деньги на самом деле собираются немалые. Как правильно эти деньги перераспределить? Это вопрос другой. Тоже не хочу нам останавливаться. Но вот интересный момент, что наша система, допустим, безопасный дом. Поскольку, так сказать, ключи, они проименные. В конце месяца можно, например, управдома. Вот есть, у нас сейчас создается институт управдомов. Но он немножко какой-то такой... Ассоциация старших под домом. Совет старших под домом. Совет старших под домом. Ассоциация уже... Мое мнение, что эта вещь не будет действовать до той поры, пока они не получат в свои руки реальные рычаги. Вот сделали мы видеосистему вокруг дома. Вот надо видеорегистратор поставить и перенести к управдому. И тогда люди будут к нему обращаться и поймут, что он реально что-то решает, реально что-то помогает. Так вот, тот же управдом может обратиться, в конце месяца мы можем дать распечатку, что в те помещения, которые технологические, которые находятся под охраной, сказать, что, знаете, вот электрики были, пять часов общей сложности, сантехники один час, кто-то еще там... Аварийная, предположим, служба. Ну, аварийная служба, да. Все, потому что ключи все, они как бы идентифицируются у нас на станции, видно, каким ключом пользовались. После этого, может, тот же управдом может прийти в ЖЭК и сказать, извините, вы у нас поручили с нашего дома 50 тысяч рублей, отработали у нас 10 часов. А не могли бы нам ящички отремонтировать за эти деньги? Наверное, смогли бы, чтобы в следующий раз не задавали вопросы более резко. Друзья, телефон прямого эфира 7-69-96. У вас еще есть время задать интересующие вас вопросы. Голосование у нас заканчивается. 58% проголосовавших считают, что действительно обязательно ходить на выборы депутатов городской думы, потому что мы выбираем людей, которые улучшают жизнь города и нашу жизнь в частности. В этом, что ли, моя заслуга? Может быть, может быть, Александр Иванович. И пока у нас еще есть время, очень хотелось бы задать вопрос, с какими проблемами чаще всего обращаются жители? И часто ли они вообще обращаются к депутатам? Да, часто обращаются. Обращаются с совершенно разными проблемами, в основном финансовыми проблемами. Знаете, до сих пор помню письмо, написанное на бумажке в клеточку, таким детским почерком писала бабушка, что они много лет искали своего погибшего родственника. И вот, наконец-то, они нашли, и они собираются поехать... На могилу. На могилу, да. И просили деньги на билет. Вы понимаете, вот прочитав такое письмо, я даже не смог отказать. И, конечно, дал денег на это. Очень часто обращаются по поводу лекарства для детей. Приходится как-то соизмерять достаток и потребности. Кому-то выделяют денег на это, кому-то приходится отказывать. Тем более, кто обращается, особенно кто обращается, кто обращается повторно. Ну, по благоустройству, скорее всего, да, это основные, наверное, вопросы. Да, по благоустройству тоже есть вопросы. Ну, вот обращаются по подъездам. К сожалению, сейчас это не ко мне вопрос. С ремонтом вы имеете в виду, да, подъездов? Мог бы, наверное, каким-то образом участвовать в плане приобретения, может быть, краски для того, чтобы покрасить подъезд. Но хотя бы элементарное желание жителей должно выразиться в том, что они сами покрасят свой подъезд. Ну, в общем, в основном проблемы решаемые, да? То есть, если еще жители сами подключатся. Проблемы решаемые. Проблемы решаемые, особенно будут легко решаемые, если больше средств будет городу выделяться. Вот из расчета того, что и у меня в сарплаты планируется поднять достаточно высоко. Почему бы нет? Александр Иванович, время нашего эфира подходит к концу, поэтому, наверное, давайте сейчас озвучим телефон, по которому можно обратиться или адрес, куда можно письменное заявление прислать, если у людей возникнут вопросы и какие-то пожелания, может быть, или какая-то проблема у людей возникнет. Может быть, вы проводите встречи с избирателями? Встречи крайне редко происходят, но всегда. Мой телефон рабочий 3-44-20, он всегда работает, всегда доступен. Я готов принять любого человека в своем кабинете в любое время. 3-44-20? Да, никому об этом не отказывал. 3-44-20. И там можно либо оставить письменное заявление, узнать, куда прийти, либо уже с вами созвониться. Ну что ж, дорогие друзья, время нашей беседы подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня в прямом эфире радио «Говорит Саров» в проекте депутат округа был Александр Иванович Мухин, депутат городской думы 5-го созыва. Александр Иванович, спасибо вам большое. Спасибо вам. Дорогие друзья, с вами была Юлия Ефремова. Всего доброго. Уважаемые избиратели, уважаемые жители моего округа, поздравляю вас с завтрашним праздником, Днем защиты детей. Ну что ж, дорогие друзья, на этой оптимистичной новости мы заканчиваем наш эфир. Всего доброго, до новых встреч.